Некоторые люди говорят, а у меня что-то судьба плохая, не могу на работу устроиться. Причем судьба, у тебя нет силы. А что это за сила? Это сила любви к труду. Начни что-то делать для кого-то. Начни трудиться для людей, бескорыстно, просто так. Придет время, ты накопишь эту силу, и через тебя она пойдет тебе сразу, возьмут на работу и будут деньги тебе платить. Не то, что потом бескорыстно будешь работать всю жизнь. Женщина же тоже сначала бескорыстно всем служит, а потом она уже не бескорыстно, она замуж приходит, говорит, давай, меня задержи. Все, она зурокопова, может отдохнуть. Так и учили на то же, в ваших людях как-то людей, потом может расслабиться, работать, деньги получать. Нормально все. Теперь смотрите, эта же сила действует в личной жизни. Если вы чувствуете, вас не уважают скук, у вас нет сил воспитывать детей, у вас нет силы общаться с тещей, со свекровой, у вас нет силы, допустим, повлиять на близкого человека, воспитывать его, что-то сделать, чтобы он поменял свою жизнь. Это значит, что у вас нет друзей, друзей. Вам не хватает общения с социумом, правильно. Вам нужны друзья, добрые друзья. Понимаете, это колоссальная проблема современного общества. Может быть, трудно разрешимая современная. Потому что люди работают дома, работают дома. Они так живут. У них нет друзей. Вообще просто по жизни. Нужны друзья, понимаете. То есть, если у человека есть добрые друзья, он никогда не попадет в стресс. Потому что стресс означает социальное истощение человека. То есть, его сильно предают, сильно надругались над его жизнью. Сделали ему плохо в жизни очень. Надо не к психологу, а не к астрологу или еще кому-нибудь. Нужно идти к доброму другу. Потому что ты истощен. Ты всю энергию, всю эту доброту отдал человеку, который ее предал. Тебе нужно наполняться. Тебе нужны силы. И кто-то должен быть рядом с тобой, человек какой-то, который тебе выдает. Да ты нормальный, да ты хороший. Да ты молодец, да супер, вообще. Пойдем погуляем вместе. Я так рад тебя видеть. Что это ты у меня, бледненькая или бледненький? Ну-ка давай, выходи из этого состояния. И тебе, ах, ну-ка еще, поговори со мной еще. Ага, давай. У нас есть такая песня. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. От темной полночи до самой. Мне снова детство подарил. Ну, то есть, доброе отношение с мамой, значит. Человек наполняется от мамы, к маме приходит, мама, поговори со мной, я хочу счастья, опять я устала от жизни, мне нужна сила человеческая, чтобы общаться с людьми. Поговорила с мамой, получила силы, можно жить. Продолжение следует...